Всем привет! В эфире Дети Большого Толка. Программа с интересными фактами, яркими сюжетами и путешествиями. Весь мир от Барнаула, Алтайского края, до просторов космоса. О пятиглазых пчелах, золоте в организме человека, секретах памяти и необычных свойствах Луны. Луна кажется нам очень ярким небесным телом, но на самом деле отражательная способность ее поверхности составляет всего 13%. Это почти втрое меньше Земли. Именно поэтому на их совместных фотографиях яркость Луны зачастую специально увеличивают. Ведь планета Земля в космосе сияет намного ярче, чем Луна. Облака не могут образовываться без пыли, ведь водяной пар сам по себе никогда не сможет создать подобную плывущую массу. Для этого ему нужны тяжелые частицы дыма или же пыли. К ним и притягиваются капельки, из которых затем рождается облако. Кстати, весь облако немало, до нескольких сотен тонн. Знаете ли вы, как улучшить память? Как сделать так, чтобы информация запоминалась легко и надолго? А так, чтобы навсегда? Не переключайтесь! Сегодня самое интересное о памяти. Представьте, что вам нужно запомнить правила. Это могут быть длинные формулы, правила русского языка, или еще важнее, правила безопасности, знать которые должен каждый ребенок. Нужно запомнить много пунктов, как вести себя возле железной дороги. Как запомнить? Первое и простое правило – нужно придумать что-нибудь в рифму. Рифмы с детства лучше укладываются в голове. Память бывает аудиальная, когда мы запоминаем что-то на слух, и визуальная, когда мы видим иллюстрации и картинки. Все, что связано с ритмом, музыкой, стихами и песнями, запоминается лучше, чем обычный текст. А все, у чего есть картинки, еще ярче печатывается в память. Но самый главный ингредиент в памяти – не буквы и не цифры, а эмоции. Все, что вызывает радость, удивление, восхищение, веселье или тревогу, симпатию или волнение, запоминается лучше всего. Именно поэтому мы так любим мультфильмы. Представьте, если вместо школьного урока вам показали бы много смешных мультфильмов. Нужно было бы определить, где герои ведут себя правильно, а где нет. И за участие в интересных заданиях давали бы призы. Конечно, каждый хотел бы оказаться на таком занятии. Это интереснее, чем сидеть в школе, писать математику какую-нибудь. Это интереснее все. Сегодня мы на уроке безопасности, который проводит РЖД. Поскольку железная дорога – место повышенной опасности, то такие уроки – одни из самых важных. Знания во имя жизни и здоровья и на всю жизнь. Сотрудники РЖД хорошо разбираются в том, как заинтересовать детей. Поэтому провели максимально нескучный урок. На примере известных отечественных мультфильмов школьникам рассказывают о правилах поведения на железной дороге. Например, почему поезд не может быстро остановиться. Нельзя быть в наушниках, ведь если поезд поедет, вы можете его просто не услышать. Он может, так сказать, переехать. Я по наушнике, если честно, не знал. По наушнике я узнал. Сегодня. Больше эмоций – больше интереса. Лучше запоминается информация. А она обязательно пригодится и спасет не одну жизнь. Кстати, сотрудники ЖД проводят много мероприятий для детей. Поэтому, если вы хотите, чтобы они пришли к вам в школу, то нужно обратиться в Алтайское территориальное управление Западно-Сибирской ЖД. Мы с большим удовольствием посещаем и школы, в первую очередь, которые расположены вблизи железнодорожного транспорта. И, естественно, не было еще ни одного случая, чтобы при наличии возможности ознакомить с правилами нахождения на железнодорожных путях, мы давали отказы. С большой охотой всегда принимаем эти приглашения. И только за, чтобы максимально детей информировать о правилах, которые существуют на железнодорожном транспорте. Ну что ж, сегодня было интересно и весело. А значит, многое должно остаться в памяти. Нельзя высовываться из окна. Нельзя высовываться из окна. Нельзя пролазить под поезд. Нельзя ходить возле рельсов. Я обещаю, что я не буду нарушать правила на железнодороге. Каждый школьник должен уметь приготовить себе завтра. Разогреть обед. Кстати, в нашей программе тоже есть рубрика с рецептами. Только это рецепты шедевров. В ней художники учат детей рисовать. Здравствуйте, дорогие дети. Сегодня мы будем рисовать с вами парусники с золотой поталью. Марина Джинян – барнаульская художница. Свободно говорит на армянском, грузинском и русском языках. Детство провела в Грузии. Марина много лет посвятила живописи. Окончила институт культуры. Трудилась дизайнером текстиля на фабрике. Придумывала принты для детской одежды. Художница работает в разных стилях и техниках. Пишет картины маслом и акриловыми красками. Расписывает стены, одежду и елочные игрушки. Марина Джинян – участник нескольких выставок в Барнауле, в том числе персональных. Преподает живопись для детей и взрослых. Представьте, солнечный день на море и белые парусники. Они так сияют, что, кажется, отливают серебром и золотом. Мы напишем именно такие. Начнем с линии горизонта. Небо всегда светлее, чем вода. Наносим краску горизонтальными линиями. Потом намечаем парусники. Треугольник и лодочка – все просто. Те парусники, которые ближе к нам, сделаем крупнее. А те, что дальше – помельче. Это называется перспектива. Сегодня мы используем всего три цвета – синий, белый и черный. Чтобы показать волны, сделаем белым и черным отражение на воде. А теперь пришла пора переходить к самому интересному. Это поталь. Сусальное золото и серебро. То есть очень тонкое. Невесомое, как крылья бабочки. Поталь можно приклеивать на клей ПВА или прямо на краску, если она еще не высохла. Золото и серебро рвется и накладывается неровно. Но именно так и нужно. Ведь сияние неравномерно. Вот и все. Наша картина готова. Осталось высушить и в рамку. У вас тоже получится повторить. Мы сегодня нарисовали парусники с поталью. Мы это сделали. Мы справились со своей задачей. Даже бонта. И на сегодня все. До свидания. Счастливо. До новых встреч. Пока. Знаете, какая самая распространенная птица на нашей планете? Воробей. На земле живет около одного миллиарда воробьев. Такое широкое распространение во всем мире вызвано тем, что эти птицы всеядны и приспосабливаются к любым погодным условиям. Знаете, какой самый большой орган человека? Думаете, мозг? Нет. Это кожа. Ее размер достигает двух квадратных метров. Она весит больше, чем скелет. И обладает невероятной чувствительностью. Тепло, холод, колючую песчинку или мягкость перышка. Все мы ощущаем кожей. Пчелы настолько важны для человека, что для них существует специальная наука. Апиология. Почему пчелы называют спасителями мира? Зачем пчелам пять глаз, если они не умеют различать цвета? Об этом в нашем сюжете. Мы знаем, что они жужжат, опыляют цветы, дают вкусный мед и иногда жалят. И еще у них красивая полосатая одежка. Об этих удивительных существах можно рассказать много интересного. Вы знали, что пчелы собирали нектар и пыльцу задолго до появления на Земле первого человека? Это очень древние создания. Несколько лет назад ученые обнаружили кусок янтаря с застывшей в нем пчелой, которой около ста миллионов лет. То есть эта пчелка когда-то летала рядом с динозаврами. Благодаря пчелам на нашей планете так много цветов. Самые древние растения на Земле прекрасно размножались спорами, как папоротники, например. А вот с появлением пчел, которые занялись опылением, быстрее стали распространяться цветущие растения. У этих насекомых два огромных красивых глаза по бокам головы. Каждый состоит из тысячи микроглаз, которые вместе дают детальное объемное изображение. И еще три небольших глаза расположены на темени. Пчелы, как и мы, различают цвета, но не все. Желтый, синий видят хорошо, а вот красный не распознают. Он кажется им темно-серым. Зато они воспринимают ультрафиолетовые лучи. Они готовят мед по особой технологии. Чтобы из нектара получился настоящий, целебный, вкуснейший мед, нужно около четырех недель. Как это происходит? Пчелы удаляют из нектара лишнюю воду, добавляют ферменты, специальные органические кислоты. И затем мед созревает в ячейках, которые плотно запечатаны крышечками из воска. Мед может храниться тысячу лет. Почему так? Потому что мед – это сахар, консервант, который не дает продуктам портиться. Только хранить мед нужно правильно в герметичной посуде и в темноте. Все вы хотя бы раз видели радугу, но не целиком. На самом деле радуга выглядит не как арка. Она представляет собой полный круг. Но Земли мы видим только половину радуги. Всю круглую радугу можно увидеть в самолете при подходящих условиях. Или сейчас на нашем экране. Мозг дельфина больше человеческого и имеет в два раза больше извилин. Помимо этого, дельфины умеют пользоваться обоими полушариями мозга поочередно. Например, когда у дельфина закрыт левый или правый глаз, это означает, что левое или правое полушарие головного мозга спит, а второе – активно. Система коммуникации дельфинов настолько развита, что у каждого дельфина есть свое имя, на которое он откликается, когда к нему обращаются сородичи. У них примерно столько же уровней организации звуков, сколько и у человека. Шесть – это звук, слог, слово, фраза, абзац, контекст. Есть даже свои диалекты. Это что же получается? Ученые понимают дельфиней язык? Количество возможных шахматных партий больше, чем теслоатом во Вселенной. Наверное, поэтому игра не перестает радовать и всегда остается интересной. Кстати, шахматы – это официальный вид спорта. Представляете, ими можно заменить уроки физкультуры. А вы умеете играть? Хотели бы вы научиться? Алоэ в природе может прожить без воды 7 лет, при этом пускать новые побеги. И вот толстые мясистые лиси способны накапливать большое количество воды, при этом значительно увеличиваясь в размерах, как верблю среди растений. Желаю вам отличных каникул, теплой погоды и не грустить! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова